Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Апелляционная палата Кишинева сообщила, что в среду 25 августа в производство было зарегистрировано уголовное дело в отношении обвиняемого Шора Илона. Дело было зарегистрировано и автоматически распределено судейской коллегией через комплексную программу управления судебными делами. Однако представители апелляционной палаты Кишинева не назвали именно судей, которые будут рассматривать дело, указав, что предоставят дополнительную информацию о дате рассмотрения уголовного дела. Ранее судьи ВСП удовлетворили ходатайство адвокатов Илона Шора и распорядились о передаче уголовного дела в отношении депутата из апелляционной палаты Когула в апелляционную палату Кишинева. Согласно тому же решению ВСП распорядилось сохранить заключение Когульского апелляционного суда, связанное с заменой превентивной мерой наказания в виде временного освобождения под судебный контроль, применяя к ответчику Шору на превентивную меру, превентивный арест и объявлением обвиняемого в розыск. Заключением ВСП является окончательным. В настоящее время Шор объявлен в международный розыск после того, как он бежал из Республики Молдова в июне 2019 года, когда демократы потеряли власть. В июне 2017 Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за причинение государства ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, а ответчик был освобожден из-под домашнего ареста и помещен под судебный контроль до вынесения окончательного приговора. В феврале 2018 дело было перенесено в апелляционный суд Когула. В июне 2019, как только ДПМ уступила власть, Шор исчез из публичного пространства. Правоохранительные органы возбудили на его имя уголовное дело за незаконный выезд из страны. 15 августа 2019 Шор был лишен парламентского иммунитета. На выборах 11 июля этого года Шор снова получил депутатский мандат, но не явился ни на одно заседание парламента 11-го созыва. К слову, недавно телеканал Journal TV опубликовал видеоролик якобы встречи беглого депутата Шора с президентом Санду. Как уверяет телеканал, бизнесмен Платон нанял группу для монтажа ролика и намерен был опубликовать его во время избирательной кампании перед выборами, чтобы этим испортить имидж президента и партии действий солидарность. Как заявил Шор, это плохой видеомонтаж. Как утверждает телеканал на видео, действительно Шор и его ассистентка, а лицо Майи Санду смонтировано, и это можно заметить невооруженным глазом. Как уверяет телеканал, ролики подготовили люди, которых нанял бизнесмен Вячеслав Платон, чтобы испортить имидж президента и пас во время избирательной кампании перед парламентскими. Однако по данным телеканала, опубликовать ролик помешала служба информации безопасности, которая в конце июля разоблачила группу людей, якобы нанятых Платоном для монтажа сливов, и арестовала компьютеры, в которых был этот ролик. После появления ролика в Сми Шор заявил, что это видеомонтаж. Наткнулся на сенсационное видео, на котором я, якобы, общаюсь с президентом Санду. Это безусловный фейк, дурацкая и тупая подделка. Впрочем, фальшивку слепили настолько коряво и непрофессионально, что это видно невооруженным взглядом. Плохой видеомонтаж, но еще хуже идея его заказчиков. На лжи, подлоге, фейках нельзя делать политику. Это глупая безвкусица. Это идиотская подделка. Разоблачает в наших оппонентах ущербных людей без чести и совести, написал Шор. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно пишите свой комментарий.